Новый год 2017 – это казочная подорожа с припинками каля-галуных славутостей в свету. Зараз ты стоишь на Парижской площади, а про с хвилины уже завираешь годинник по лондонским бигбеням. Перед новогодний настрой панует и в домах гамельчан. Многие придумывают незвычайные дизайнерские расширения, как свято стало саправдой неповторным. Наталья Кузикова – педагог 71-й Гумельской гимназии, мать и двоих детей и просто вельми талиновитая женщина. Она докладна ведая, как подрихтоваться до зимовых святов с минимальными финансовыми стратами и при этом перетворить свою квартиру в казку. Тут у малю все сделано самостоянно – пиловать, шлифовать, фарбовать Наталья все умеет. Одразу на у выходе гостей сустракая эксклюзивное дизайнерское расширение. Это обычные железные дверцы, которые Наталья пофарбовала и выкористовывает для своих инсталляций. Зразумела новогодние тематыцы. В зависимости от того, какое у меня настроение, какая пора года, я ее снабжаю всякими вот штучками. Это обычные прищепки, хозяйственные, деревянные. Я ими прикрепляю декоративные элементы. Здесь вот можно использовать обычно крючок кухонный, скажем так, тоже повесить. До этого у меня висел здесь горшочек с цветком. Различные постеры распечатанные, просто, все просто бюджетно. Это фанерная досточка, на которой я сделала надпись. И вот она на прищепке не помещается, а помещается на обычные канцелярские цветные красивые зажимы. На гоноровом месте у квартиры – елка. Кабь ее упрыгоживание стало саправды уникальным, цацкина таля пошила сама. За некольких годов собралась великая коллекция. Разглядать уникальные казочные подвески – саправдное задовольнение. Зробить подобные шедевры не кожному по силах. А вот таки новогодний венок – не только просто, а и вельми танно. Свято отшивается у кожного кутка. У покой дочки Ксении декоративная елка, снеговик и патерки с шишек. Ранешний добрый настрой – дурить казка, которую створила Наталья на кухне. Дожку господиня зробила сама. И зараз малюет тут пожадание доброго дня для своей семьи, альбо, как зараз, новогодние цацки и святочные родки. После знакомства с Натальей засталося приемное отшувание, что счастье – это так само свои сабливые хендмейд. Это то, что мы делаем для себя и своих близких сами.